Здравствуйте, друзья! С вами снова компания Димберри Минколь и я, Лисанга Язова. Сегодня у нас приготовлен для вас приятный сюрприз. Это квартира класса Ультралюкс. Видео получилось у нас немножко таким длинным, но я думаю, что вы с удовольствием досмотрите его до конца. Это квартира у нас в планировке 4 плюс 1. Там есть три спальных комнаты, один большой зал, также кухня выделенная, большая. Причем у кухни есть еще комнатка для жарки отдельная. В общем, сюрпризов в этой квартире очень много. Пойдемте вместе рассмотрим ее более детально. Еще хочу добавить, что вот этот вот наш комплекс, он как оазис. Он находится посередине Мерсина. Буквально тут километр от моря, вот прямо вот в застройке, да, и такая вот уютная, милая территория и такой качественный дом. Это, ну, что-то такое вот неожиданное для меня, например, да, то, что посередине Мерсина может быть такой комплекс. Поэтому присмотритесь те, кто хочет жить прямо вот в центре города и в то же время наслаждаться зеленью, наслаждаться вот этой вот аурой. Несмотря на то, что я уже говорила, это второй этаж, у нас немножко видно море вплоть до этого. На территории нашего комплекса уютно соседствуют как пальмы, так вот бананы. Посмотрите, какая прелесть. Вообще сад очень милый такой, красивый, ухоженный, зелененький. Можно жить тут и наслаждаться жизнью. Это наше фойе. Уже сразу видите всю победу, когда все работает на датчиках. Проходя в момент, включается все освещение. Мы сейчас на лестничной площадке. Здесь у нас вход в квартиру. Как вы видите, газ у нас уже подключен. А вот это вот пространство желающие могут сделать здесь большой шкаф и разместить там на свое усмотрение. Кроме того, на этой лестничной площадке есть комнатка для мусора. Представляете? Здесь у нас стоят баки под мусор. А также остальное техническое оснащение. Тут пожарные гидранты стоят. Есть шкафчик интернета, там линии проложены и так далее. В общем, все сконцентрировано вот здесь. Но то, что это называется комнатой для мусора, прям полный ультро-люст. Итак, мы с вами зашли в квартиру. Посмотрите, какая просторная прихожая у нас. Кроме того, что здесь у нас есть встроенный гардероб, у нас есть еще отдельная комната. Она ведет у нас на пожарную лестницу. И здесь вдоль всей стены у нас встроен шкаф большой до потолка. О том, что это у нас квартира класса люкс, говорит и то, что у нас потолки очень высокие. Обратите внимание. Если вот у меня метр шестьдесят четыре, тут еще очень-очень высоко. Также вот весь интерьер. Сейчас мы дальше еще посмотрим. Обратите внимание. Вот такие вот вставочки красивые. Ручки, двери сделаны очень красиво. Мы сейчас с вами пройдем на кухню. Рассмотрим детально ее. И вот это вот такая большая, такая просторная у нас кухня. В других планировках вот точно такой же объем занимает салон, то, что называется. А здесь вот это вот все пространство, это отдельная кухня. Как я уже говорила, квартира у нас без мебели. Поэтому тут у нас остается сам кухонный гарнитур, духовой шкаф, плитка и вытяжка. Еще хочу отметить. В этом проекте у нас есть отдельное помещение. Для жарки называется. Продолжение следует... Такое небольшое помещение, тут у нас варочная поверхность еще одна, у нас там есть и еще тут, для того, чтобы запахи не распространялись по нашей люксовой квартире. Тут же у нас находится котел, который уже подключен к газу, отсюда идет подогрев воды. И вот мы сейчас с вами, это вот у нас все кухня называется, такая большая, просторная, отсюда у нас выход на балкон. Мы сейчас пройдем туда, отснимем балкон. И вот, друзья, вот такой вот у нас балкончик. Балкон у нас смотрит на южную сторону, это восточная сторона. Сейчас у нас уже вторая половина дня, солнце ушло. И отсюда у нас открывается вид на наш микровойон, на территорию участка. Очень приличная, я вам скажу. Море, конечно, видно немножко, но буквально вот там чуть-чуть. Но зато территория очень миленькая, такая красивая, ухоженная. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Также на этот балкон у нас есть выход еще и из зала, из основного салона, так сказать. Теперь мы с вами пройдем в салон. Друзья мои, пройдемте в основной салон, рассмотрим детально. Основной салон нашей квартиры, вот такой вот просторный. Здесь витражные окна на восточную сторону. Здесь у нас выход на балкон. Тоже большие окна, это даже двери, скорее всего. Кроме того, здесь у нас есть прям вот часть стены, покрытая зеркалами. И вот удобно тут хозяева разместили стол. Ну, вы сами понимаете, что стол у нас уйдет, а стены останутся непременно. Кроме того, обратите внимание, как интересно сделаны потолки. Мы с вами вышли из зала. Дальше у нас идет коридор. Кстати, тут вот посмотрите, какие богатые обои и на ощупь очень приятные. Вообще, как все сделано у нас. И наличники на дверях симпатичные такие. Дальше у нас следует первая спальная комната. Давайте мы посмотрим ее. Вот это наша первая спальная комната. Она у нас смотрит на восточную сторону. Просторная, это точно. Тут очень глубокий и вообще огромный шкаф размещается. Поэтому он скрадывает немножко пространство. Но вот я могу со всей ответственностью сказать, что комната очень большая. Также очень интересное решение потолков. Такого я еще не видела. Ну вот, тоже есть на что посмотреть. Мы двигаемся дальше по коридору. Здесь у нас расположен туалет а-ля турка. Дальше у нас идет общий санузел. Он большой, просторный. Здесь у нас уютно разместилась достаточно объемная душевая кабинка. За дверью приготовлено место под стиральную машинку. Также там расположен шкафчик. Естественно, есть унитаз, обрамленный, можно сказать, золотом. Сейчас увидите. И умывальник очень такой изысканный, стильненький, с зеркалом, естественно. Дальше у нас по коридору идет вторая спальная комната. Вторая спальная комната, она также принадлежит девушке, как и первой. Но, видите, стилистика абсолютно другая. Здесь у нас обои такие незатейливые. Такие более детские, я бы сказала. Также вот решение у нас тут наверху, гитара висит розовая. Ну, естественно, это можно убрать. А так комната большая. Здесь вот глубокий шифонер вот такой вот большой. Также окно здесь выходит на восточную сторону. Батареи, как вы видите, установлены уже, так же, как и везде. Кстати, упомянув о батареях, сразу скажу, что здесь у нас центральное отопление. То есть весь дом отапливается. У нас снизу идет подача тепла. В общем, дома тепло, комфортно, как мы любим. Вот мы с вами в родительской спальной комнате. Она вот такая большая, просторная. Здесь у нас есть балкон на восточной стороне комнаты. Окна ее выходят на северную сторону. Кроме того, у нас здесь есть гардероб, плавно перетекающий в санузел. В санузле, опять-таки, все есть. Пойдемте посмотрим. Это у нас родительский санузел. Здесь у нас душевая кабинка настолько просторная, что тут, мне кажется, можно и джакузи поставить. В общем, все, что вы себе там нафантазируете, здесь это можно осуществить. Кроме того, здесь у нас гардероб достаточно хорошо продуман. Можно разместить кучу вещей, как и вот полочки у нас тут присутствуют. Также можно что-то повесить на плечиках. И есть выдвижные шкафчики. В общем, полноценный гардероб тоже у нас имеется. Вот такой вот у нас большой, я бы сказала, балкон. Получается у нас в этой квартире два балкона. Один там в передней части, смотрит на юг, вообще огромный. И вот этот вот балкон, здесь хозяева сушат белье. Видит, вот такой открывается во двор. Кстати, территория участка тоже очень интересная. Мы ее с вами обязательно рассмотрим во всех красных. Хозяин нас не обманул. У нас действительно есть фитнес-зал, причем достаточно хорошего качества тренажеры. Причем и вы занимаетесь, наслаждаетесь видом на зеленый сад. Тоже очень приятно. Кроме того, в этом фитнес-зале есть у нас два туалета. Есть душевая. Ну что вы думаете? Вы думаете, это игровая? Нет. Это лишь вход в турецкий хамам. Здесь вы можете провести свое время после того, как напаритесь в финской сауне или обмочитесь в парной, пойти сюда, подышать свежим воздухом и зайти обратно. Мы с вами зашли в помывочную, можно так сказать, образно выражать. Значит, что мы имеем здесь? Направо у нас финская сауна, далее парная, дальше у нас санузел, здесь у нас раздевалки, а тут уже хамамы. Только обладатели нашей квартиры могут привлечь на теплый камушек, где вас напьют, помоют, сполоснут и отправят дальше получать наслаждение. Вот такой вот большой крытый бассейн у нас есть. В летнее время рассматривается, что вот эта вот крыша будет открываться. Еще, смотрите, здесь у нас есть фонтанчик, тоже очень приятный мудрец. И в том углу у нас располагается детский бассейн. Вот такое уютное место приготовлено нам для того, чтобы посидеть в хорошей компании. Здесь у нас два мангала, есть умывальник, также уютный столик. Здесь можно насладиться как вкусом, так и хорошей компанией. Это детская площадка нашего комплекса. Как видите, она просторная, покрыта резиновой крошкой. Вот такие вот хорошие тут качельки, горки. В общем, можно отправить ребенка и не бояться за него. Ну вот, друзья, мы с вами посмотрели нашу квартиру. Не только квартиру, но и весь комплекс. Потому что в этом случае показывать квартиру саму, это немножко неправильно. Надо смотреть, рассматривать весь букет полностью. Думаю, что она впечатлила вас, что возникло желание ее приобрести. Вся техническая информация по этому комплексу будет указана под видео. Естественно, мы ждем ваши лайки, ваши комментарии. Пожалуйста, нам это очень приятно. Как хорошие, так и плохие все равно приятно. Поэтому пишите, подписывайтесь на наш канал. Ждем вашего внимания и в наших следующих видео. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Лейсан Гаязова и компания DeepGary Winpour.